Французы не хотят первой леди. Президент Эммануэль Макрон собирался присвоить этот статус своей супруге Бриджит, но активисты создали петицию против. И сегодня собрали необходимое количество подписей 200 тысяч. Что именно их не устраивает, знает Елена Абрамович. Ничего против Бриджит, только бизнес. Приблизительно так обосновывает свою позицию художник и активист-антикоррупционер Фьерри Валет. Франция раньше прекрасно справлялась без первых леди. Так зачем же тратить деньги на содержание в этом статусе супруги президента сейчас? У Бриджит и так есть три помощника, два секретаря и два охранника, настаивает автор петиции. Новый статус повлечет за собой дополнительные бюджетные траты. Мы осуждаем все сексистские атаки на Бриджит Макрон и не ставим под сомнение ее компетентность. Однако, в период морализации французской политики, голосование за указ, который запрещает депутатам трудоустраивать членов семьи, за которой мы отчаянно боролись во время президентских выборов, и организовывали митинги против такой же деятельности кандидата Франсуа Фийона. Мы не можем поддержать предоставление особого статуса жене президента Макрона. Государственный бюджет урезает, а на свою супругу хочет тратить больше, возмущены французы. Рейтинги Макрона в свете сокращения расходов на оборону за лето упали на 17%. И хоть президент обещал, что на первую леди средства выделяться не будут, для многих этот аргумент неубедителен. Впрочем, взгляды на этот вопрос у людей разные. Я думаю, что у первой леди своя роль. В том смысле, что хорошо, если у нас будет не только президент, но и первая леди со своими обязанностями. Иметь титул тоже важно. Во время выборов мы голосуем за конкретного человека, а не за его жену или мужа. И не знаем взглядов и идей супругов. Поэтому нет причин вводить статус первой леди или супруга касательно тех, кого мы не выбираем. Петиция против введения статуса первой леди во Франции набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов за две недели. Окончательно решить вопрос автор петиции предлагает с помощью референдума. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.